Добрый вечер, дамы и господа, друзья, рада вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях очень юный коллектив, который состоит из студентов, отчасти выпускников, в музыкальных вузах Москвы. И у них сегодня, скажем по секрету, я буду много секретов сегодня раскрывать, только третий концерт, но именно этого камерного оркестра. А вообще-то это лучшая часть юношеского симфонического оркестра России, большого оркестра. Здесь юный не только исполнитель, но и терешок, потому что он студент консерватории четвертого курса, поэтому мы будем наслаждаться, как и ребята. И мы подготовили только лучшую музыку, и мы будем сегодня путешествовать по-разному эпохам и странам, и за каждым поворотом нас будет встречать в Казе. Поприветствуйте, пожалуйста, а за нами пока... Субтитры создавал DimaTorzok 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 кие музыкиespи на громкой музыке уталялись для того, чтобы не оглушить и королёй этому так понравилось это исполнение что он просил повторять ещё потом дважды в этот день на радость всем, кто отдыхал по уже набору КОНЕЦ 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 Это еще произведение не нуждается в представлении. Это Моцарт «Маленькая ночная серенада», первая часть «Аллегра», но зато я вам сейчас представлю наш оркестр. Дело в том, что оркестр очень долго развивался, формировался, сколько каких инструментов лучше, как сесть, как встать. И вот камерный оркестр, про него пишут, что его состав случайен. То есть случайен, но тем не менее наш состав не случайен, а очень классичен. И, конечно, в 20-м век композиторы тоже много пробовали. Все время музыканты, они все время что-то пробуют, ищут, что лучше, что лучше выразить их чувства, что лучше тронить зрителя. И вот в состав классического струнного камерного оркеста перед вами я вам сейчас расскажу. Здесь у нас четыре первые скрипки. Первая скрипка камерного. Студенка, первый вопрос в консерватории. Второго. Скрипки, так как у них самый тоненький звук и самый высокий, то их четыре. У них главная мелодия чаще всего в скрипках. Теперь у нас три вторые скрипки, которые, их тоже, им нужна тоже масса, потому что скрипки у них небольшие, но тем не менее хорошие звучания. Олеся. Первая, вторая скрипка. Здесь два альда. Удачные инструменты, они на обуви. Ну, может быть, два-три, два-три альда или три виолончели. У нас два альда, две виолончели. И один контрабас. Он тоже, может быть один, может быть два, но... Да? Камерный инструмент. Вот такой у нас сегодня состав инструментов. Будем наслаждаться дальше. Камерный инструмент. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Спасибо за просмотр! Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать в наш канал! 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 Играет музыка 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 Завышься с первых моих предложений, откликается, я могу сказать, откликается лучше. Чем высший класс и лучше образование у скрипача или у началиста, тем легче он со мной откроет язык на эту тему. Потому что делиться своим искусством, это тоже да, и тоже искусство, да. Поэтому вот нас ждет такой проект в следующем году, и мы будем еще делать концерт, который будет нас подготавливать к этому, знакомимся с оркестром, знакомимся с студентами, знакомимся с музыкой. И мы начнем, и, надеюсь, будем радовать вас тоже своими. И хочу сказать, что это, конечно, дерзновенный план и дерзновенная задача. Но вот мы сейчас услышим пальцы современного композитора. Если бы не было вот этого желания поделиться тем, что внутри, то не было бы, все молодые композиторы говорили бы, ну, вся музыка уже написана для нас, что я могу. Вот, на самом деле, мы можем очень много, и вот сейчас Сирва, Марс, демонстрирует. Сирва, Марс, демонстрирует. Сирва, Марс, демонстрирует. Сирва, Марс, демонстрирует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И профессор меня встретил очень важными для меня словами, я их помню до сих пор, он сказал Девочка, у вас на дирижерском факультете атмосфера счастья, а у нас работа И я долго думала, мне не казалось, что я в принципе дирижер и нам очень много, мы играем, мы поем в хоре, мы пишем фубию как теоретики, мы теоретически все дисциплины изучаем очень глубоко, мы должны все уметь все знать, и я думала привыкли работать Но, как я сейчас поняла, он говорил вот о чем Когда мы приходим на специальность, у нас сидит два профессиональных пианиста и играет нам на прекрасных роялях, и мы делаем музыку Мы руками эмоции, все нам важно повести за собой, мы учимся именно этому, на специальности А все музыканты-исполнители работают над тем, как сыграть пассаж, как, да, у них очень много таких прикладных задач, которые мы легко перепрыгиваем, да, хоть мы играем на фортепиано и тоже выступаем, но все равно это немножко, немножко другое Это не наша профессия, наша профессия вдохновлять людей, собирать все вместе, учить, конечно, знать все тонусы всех инструментов Но потом я поняла, что, конечно, с одной стороны это понятно, а с другой стороны это большой минус нашего подхода к профессиональному изучению инструментов Потому что если мы это делаем, так часто получается, что выпускники инструменталисты, если это не звезда, там не победитель конкурса Чайковского и вот все, такое тоже случается и очень часто Но исполнители выпускаются с чувством, что мне еще работать и работать и работать и работать и когда там взойдет моя звезда Но на самом деле это не так, это правда не так, потому что работать нужно в каждой профессии И не работать только тот, кто уже переходит из жизни настоящей в жизнь вечную И работать нужно всем, и это нормально Просто нужно понимать, что когда мы учимся на инструментах играть, не должно заслонять нас вот эта работа, рутина, ремесло И должно заслонять главное, о чем мы это делаем И главное это музыка и оттенки динамика и музыкальная жизнь и передача своей мыслей через музыку И поэтому вот я хочу юным музыкантам пожелать Вы так здорово относитесь к музыке, к своим инструментам Вы нации и вы играете над тем, что вы сейчас умеете И мы услышим то, что будет рассказать А сейчас будет американский композитор Его называют король Машей Будет Литающий цирк Литающий цирк, представляете? Это же только музыка Нет, 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 нет Литающий цирк 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо руководству Открытого клуба и всем вам, нашим гостям, за то, что этот ветер состоялся в такой дружеской атмосфере. Приходите к нам еще, мы с удовольствием будем делиться с вами своим музыкальным таймом. Спасибо. И звучала шутка баха. Спасибо. 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 Спасибо.